Девушки отдыхают Как и его знаменитые музыкальные клипы по мотивам Portal, свежее видео полностью собрано в редакторе Source Filmmaker. Только на этот раз Гарри использовал вторую, самую новую версию движка. Получилось, на удивление, гармонично. Даже картошка и тортик отлично вписались. Жаль, что это всего лишь концептуальный трейлер. Мы бы не отказались побегать по комнатам Aperture Science в роли шестой. Полную версию смотрите по ссылке в описании. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Поехали! Весной Portal 2 стукнуло 10 лет. Пора бы и третью выпускать. Так думают и пользователи Reddit, составившие топ-20 игровых серий, которые стоит возродить. Помимо портального приключения, в десятке оказались Star Wars Knights of the Old Republic, Splinter Cell, Silent Hill и Legacy of Kain's Soul River. Тройку самых ожидаемых возвращений составили Burnout, стратегическая Властелин колец битва за Средиземье и Command & Conquer. Кажется, вы не вполне согласны с таким выбором. Расскажите в комментариях, по каким франшизам вы скучаете больше всего. Duke Nukem пока не собирается воскресать, а ведь еще в 2010-м сама 3D Realm смогла выпустить ответвление с видом от третьего лица. В конце нулевых студия остановила разработку из-за судебных разногласий с Gearbox. В результате вышла Duke Nukem Forever, а от Duke Nukem Begins остался только ролик, который недавно выложил в сеть аниматор студии Genimation. По задумке, молодой дюк умел делать из врагов отбивные при помощи их же оторванных конечностей и устраивать бойню в компании трех своих копий в кооперативе. Впрочем, нам показали не саму игру, а вертикальный срез, передающий видение авторов. Релизные версии зачастую получаются хуже, так что пусть это останется в прошлом, а мы, пожалуй, перепройдем Time to Kill. Ностальгия. Atomic Heart собирается во что бы то ни стало выйти в релиз. Когда это случится, авторы до сих пор не говорят, но теперь уверяют, что ждать осталось недолго. Заодно разработчики подтвердили, что сюжет будет строго линейным, но в финале позволит сделать выбор, который приведет к одной из двух концовок. Загрузок не будет, а по открытому миру действительно разрешат покататься. В июньском трейлере показывали машину. Судя по намекам, новая демонстрация геймплея не за горами. Как долго придется ждать выхода Diablo 4 тоже никто не скажет, особенно теперь, когда проект лишился руководителя разработки Луиса Барриги и ведущего дизайнера уровней Джесси Маккри. Специалистов сняли с должностей вместе со старшим геймдизайнером World of Warcraft Джонатаном Леккрафтом. О причинах не рассказали, но они так или иначе связаны со скандалом из-за рабочей культуры в Blizzard. По крайней мере, у Psychonauts 2 есть дата выхода, и она вряд ли изменится. Акробат-экстрасенс Разпутин заберется к нам в голову 25 августа. А 12 октября выйдет Back 4 Blood. После успешной беты с сотней тысяч одновременных игроков в Steam, шутер отправился на золото и наверняка избежит переносов. Осень может преподнести неожиданные релизы. Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andreas на Unreal Engine. Журналисты Катако узнали, что переиздания уже почти готовы, и посетят все актуальные платформы, ПК-консоли, включая Switch и даже мобильное устройство. Если обновленные версии примут хорошо, Rockstar может взяться за реставрацию первой Red Dead Redemption. GTA в ноябре получит улучшения для PlayStation 5 и текущих Xbox. На консоли Sony игра якобы получит поддержку полноценного разрешения 4K и 60 кадров в секунду. Но пока это слухи от немецкого блога PlayStation. Разработчики делиться подробностями не торопятся. А в Dying Light 2 даже на консолях геймплей может оказаться еще более плавным. Techland подтвердила, что благодаря технологии переменной частоты обновления экрана на новых Xbox и ПК в режиме производительности не будет ограничения на 60 кадров в секунду. На PlayStation 5 поддержка VRR должна появиться в декабре, как раз к релизу игры. Когда-нибудь на пятой Соньке выйдет новый эксклюзив от From Software. По слухам, Sony договорилась со студией о разработке следующего проекта, хотя та еще даже не выпустила Elden Ring. Известно, что это не Bloodborne 2, но игра тоже относится к категории соулслайков. У разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 стало одним секретом меньше. Команда подтвердила, что игра создается на Unreal Engine 5. Шутер может стать вторым крупным проектом на новом движке после Fortnite, которую собираются обновить в этом году. А может, S.T.A.L.K.E.R. опять увлеклись байками у костра? Узнаем в апреле. Hello Games отмечает пятилетие No Man's Sky. В честь годовщины вселенского разочарования фанатов космоса и путешествий создатели анонсировали очередное обновление Frontier. Пока о нем ничего не известно, но обычно добавки выходят приличные. Все-таки Шон Мюррей разучился обещать впустую. Hellblade Senua's Sacrifice тоже празднует день рождения ей 4 года. По такому случаю разработчики улучшили игру на Xbox этого поколения. Повысили детализацию окружения и добавили три режима. Один с упором на производительность, другой с акцентом на графику с трассировкой лучей, а третий сбалансированный. Похожий патч скоро получит и ПК-версия. А в августе 2016 года анонсировали Frostpunk. Eleven Beat решила не изменять традициям и представила сиквел в последнем месяце лета. Спустя 30 лет после событий первой части запасы угля исчерпались, а холод только усилился, поэтому человечество начало добывать нефть. Такому повороту обрадовались не все, так что во второй части будет еще больше сложных решений, а сам проект обещают сделать намного масштабнее. Релиз состоится когда-нибудь на ПК. Nintendo на днях выдала порцию новостей об инди-играх, выделим главные. Bomb Rush Cyberfunk, наследник Jet Set Radio, оказался временным консольным эксклюзивом Switch. В следующем году граффити-экшен ворвется в Steam и на гибридную систему, а вскоре после этого доберется до остальных консолей. В 2022-м также ожидается выход Metal Slug Tactics, список платформ пока ограничивается с Switch и ПК. А ближайшей зимой владельцы маленькой коробочки смогут присоединиться к страданиям во временной петле Loop Hero. Не забудьте поставить лайк и подписаться, а мы расскажем, какие игры вышли совсем недавно и какие стоит ждать на следующей неделе. Разработчик метроидвания Axiom Verge выпустил сиквел, даже не объявив перед этим дату релиза. Сюрприз удался, продолжение хвалят за удачное развитие геймплейной формулы и увлекательное исследование двух хитро связанных миров. Метроидвания вышла в Epic Games Store на PlayStation 4 и Switch, а позже заглянет на PlayStation 5. Assassin's Creed Valhalla получила сюжетное дополнение «Осада Парижа» с новыми заданиями, врагами, оружием и навыками. Отправляться во Франкию советуют тем, кто достиг двухсотого уровня силы, но строгого ограничения нет. В понедельник игроки попытаются вырваться за пределы вымышленной авторитарной Петрии и примут судьбоносное решение в автостопном приключении Road 96, платформы ПК и Switch. В среду поклонники японских RPG смогут прикоснуться к Tales of Arise. Демо появится на PlayStation и Xbox, а финальная версия, премьера которой назначена на 10 сентября, также будет доступна в Steam. 17 августа выйдет долгожданное Humankind. Глобальная стратегия от авторов Endless Legend предложит заново написать историю человечества, создав уникальную цивилизацию из элементов разных культур. За каждое принято решение, выигранный бой и научное открытие, игроки будут получать очки славы, необходимые для победы. Humankind стартует на ПК через Steam, Epic Game Store и Microsoft Store и сразу выйдет в Game Pass. На старте в подписке появится и 12 Minutes, который наконец доберется до релиза в четверг. Чтобы вырваться из замкнутого круга и выяснить секреты своей жены, обвиненной в убийстве, нужно по-разному комбинировать предметы и менять последовательность действий. Персонажи будут разговаривать звездными голосами Уильяма Дефом, Джеймса Макэвоя и Дейзи Ридли. Временная петля захватит ПК и два поколения Xbox. В тот же день ПК и все актуальные консоли посетит продвинутый симулятор мотоспорта Rims Racing. Придется стать не только гонщиком, но еще и механиком. Поведение мотоцикла сильно зависит от установленных деталей и их компоновки. Еще один релиз четверга — хакерское метроидвание Recompile. Игроки будут управлять разумной программой, которая сопротивляется своему удалению. Причудливый мир Мейнфрейма откроется в Steam на PlayStation 5 и двух поколениях Xbox. В пятницу главных релизов два. Первый — режиссерская версия Ghost of Tsushima для двух PlayStation. С новой историей на острове Ики, животными врагами, снаряжением и техническим апгрейдом для пятой сонки. Тогда же стартует открытая бета Diablo 2 Resurrected. Те, кто оформил предзаказ, уже начали играть. Для них тестирование продлится до 17-го числа. А всех желающих ремейк впустят в 8 вечера по Москве 20 августа. Испытание продлится три дня на всех платформах, кроме Switch, и позволит пройти первые два акта сюжетной кампании с обновленными роликами, а также оценить сетевой режим с ограничением на 8 пользователей. Опробовать дадут не только волшебницу, варвара и амазонку из альфы, но и друида с паладином. Ассасина и Некроманта приберегут до финальной версии, которая выйдет 23 сентября. Кстати, в бете уже есть поддержка русского языка. Всем спасибо за то, что были с нами. До встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok